Вот он шагает теперь под дождем на улице. Перед этим он был на водопаде, перед этим он поднимался в гору, а сейчас вот он выбрал вечер и под дождем. Пациент разрабатывает шагательный рефлекс, чтобы восстановить двигательную функцию нижних конечностей. Гуляют под дождем участники боевых действий СВО, Чечня, Афганистан. У многих нарушена память, координация. Позади ранения, несколько контузий и, что немаловажно, посттравматическое стрессовое расстройство. В первое время ты не понимаешь, что ты здесь делаешь в принципе. То есть вернуться обратно в гражданскую жизнь мирную очень сложно. Для этого подобные заведения просто необходимы. Ну и помощь специалистов. Самостоятельно из этого выбраться, мне кажется, очень сложно. Как в краевом госпитале для ветеранов воин проходит реабилитация, накануне оценила известный медик, главный врач московской больницы номер 52 Марьяна Лысенко. Опыт у Алтая очень большой, потому что здесь реабилитационные центры и госпитали ветеранов воин, так называемые, на вазе которых создавались. Вот эти вот медицинские сообщества, умеющие, профессионально этим занимающиеся. Он с ранних послевоенных времен, когда страна поднималась из руин, здесь уже создавались вот эти коллективы и это очень чувствуется. Другой медицинский объект в Барнауле, которым тоже может похвастаться регион, городская поликлиника номер 14. Совсем недавно эта больница начала работу на новых площадях. Открытие было долгожданным. К поликлинике приписаны более 120 тысяч жителей индустриального района. За короткий промежуток времени население увеличилось, то есть до 10 лет в два раза, с 50 до 120 тысяч. И, соответственно, в тех площадях, в которых мы располагались, обеспечить им ту должность, доступность к качественному медицину, к сожалению, не было возможно. Все обследования в одном здании. Сегодня здесь налаживают диагностическую службу. Закуплены томограф, рентгеноборудование, мамографы и не только. Напомним, на открытие здания выделили полтора миллиарда рублей в рамках нацпроекта здравоохранения. Будет ли продлена программа? Как будет развиваться медицина в селах? Как привлекать молодых специалистов? Во время общения эти вопросы врачи задавали Марьяне Лысенко. Коллеги вставят правильные вопросы. Безусловно, почти все они так или иначе нашли отражение в том послании, которое Владимир Владимирович озвучил федеральному собранию. И общими мазками обозначил все направления, которые будут развиваться в медицинской отрасли. Ну а подробности, естественно, будут простраиваться с теми запросами, которые есть на местах. Хотелось бы верить, что подобные больницы когда-нибудь появятся не только в других городах края, но и в районах. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.